30 октября в России в 22-й раз проходит День памяти жертв политических репрессий. По всей стране сегодня вспоминают всех, кто пострадал от тоталитарного режима. Траурный митинг прошел сегодня и в Чебоксарах. Десятки людей собираются у памятника жертвам политических репрессий. Установлен он в начале 90-х на месте захоронения пострадавших от тоталитаризма. Сюда приходят те, кого так или иначе коснулись репрессии. Приходят, чтобы напомнить о национальной трагедии. Семья Анатолия Маркова, 7 человек, была сослана в Сибирь за неуплату неподъемного сельхозналога. Нас выгружили в середине тайги. Отец раньше строил Мурманскую железнодорогу, он знал это условие. Мы сразу, когда нас выгружили, начали копать очень глубокую землянку. И 7 человек, 5 детей, я был грудным ребенком тогда. И отец, матерь, вот спаслись в этой землянке. По данным общественной организации инвалидов жертв политических репрессий, от тоталитарного режима в Чувашии пострадали 50 тысяч человек. Но на самом деле репрессированных много больше. Подсчитать их точное количество уже невозможно. Они нигде не учтены. Вместе с тем, среди пострадавших, жены, дети, другие родственники, потерявшие родных и еще долгое время носившие клеймо врагов народа. День памяти проводим для того, чтобы эта история не повторялась. Чтобы память жила, мы хотим оставить напоминание, что ли, для будущего, чтобы не повторилось это. Мы поэтому хотим открыть музей памяти жертв политических репрессий. В память о трагических событиях, минута молчания. Зажженные свечи, цветы и панихида. Ольга Григорьева, Андрей Шоклев, Республика.